Салют, пипл! С вами Хьюман и естественно по традиции лоточек полезной и вкусной информации. Да. Ну что, друзья, в прошлый раз мы с вами посмотрели на видеокарточке Intel для ноутбуков, теперь посмотрим для ПК. Но что самое интересное, нам показали софт и упомянули драйвера, поэтому сегодня в это и углубляемся. Погнали! Ну что, друзья, ранее мы с вами видели как минимум два прототипа от Intel, как будет выглядеть видеокарта. Теперь уже есть, скажем так, готовый вариант, который оснащен двумя вертушками, и такой вот будет у нее охлад. Ну, собственно, ничего удивительного. А далее мы с вами наблюдаем видеовыходы в количестве четырех штук. Это три дисплей-порта и один HDMI. Причем, Intel подтвердила запуск новейших интерфейсов, то есть дисплей-порт необычный, а 1.4a и HDMI 2.0b. Но говоря за печатную плату, то на нее выведено целых 8 модулей памяти. Так что получается, что в этом случае карта обладает 16 гигабайтами видеопамяти, а значит, это флагман линейки, а значит, это Arc 7A780. То есть карта с графическим процессором Arc A7 G10 с 32 ядрами. И, кстати, если вы вдруг проморгали, то как раз таки вчера, ну, смотря когда вы смотрите видос, в общем, недавно мы смотрели на видеокарточки Intel для ноутбочных версий, поэтому вдруг вы прощелкали, вы знаете, что с этим сделать. В итоге данная видеокарта оснащена двойными 8-ми контактными разъемами, а на боковых сторонах логотип Intel Arc со светодиодной подсветкой. Ну и напоминаю, что запуск карт для ПК уже состоится этим летом в июне. Окей, а теперь давайте к более интересному. Софт от Intel для их видеокарт. То, что куда более актуальный для многих из нас. И вот здесь начинается самое интересное, потому что Intel Arc Control это современный оверлей и, естественно, с автоматическим обновлением драйверов. Но, впрочем, нас ведь этим уже не удивить, да? Настройка производительности, ну, я думаю, здесь очевидно, это та же настройка вольтажа и так далее, то, к чему мы с вами привыкли. Особенно майнеры, да, когда редактируют определенные характеристики карты и ее производительность для майнинга более оптимального. Функция Creator Studio. И что мне очень понравилось, это то, что не нужно логиниться. Я думаю, те ребятки, которые работают с видеокартами NVIDIA, там используют ShadowPlay, Broadcast, NVIDIA и так далее, меня очень и очень хорошо поймут. Проще говоря, Intel уже запустила полноценный программный пакет для своих видеокарт-алхимиков Intel Arc. И за это однозначный лайк. Можете, кстати, прожать под видосиком, если поддержите тоже такой же софт. Ну и не знаю, как вам, а лично мне уже очень интересно протестировать такую видеокарту, учитывая, что уже есть такой софт. В всяком случае, можно сразу убить, сразу не сказать. Посмотрим, что там по драйверам, как работает этот софт, сырой, не сырой, вылетает, не вылетает. Ну и как себя чувствует видеокарточка. Еще бы они допилили как можно быстрее Intel XS, типа аналог DLSS от NVIDIA. Сказка песни, красота. По итогу официальный перечень данной утилиты включает в себя обновление игровых драйверов, настройка производительности, студии для авторов, глобальные настройки, унифицированное программное обеспечение и библиотека игр. Теперь поговорим за функциональность утилиты Arc Control. Само приложение обладает современным оверлеем, который будет мгновенно доступен в любое время нажатием кнопок Alt-I. Ну и естественно, горячие клавиши можно будет настроить, если вдруг чего. И сразу видно, куда Intel не жалеет денег, это поддержка драйверов. А утилита Arc Control будет предоставлять автоматическое их обновление. Ну или ручное. Сам же процесс установки драйверов будет полностью интегрирован. Далее нас с вами ожидает панель настройки производительности, которая позволяет отслеживать показатели производительности в реальном времени, плюс использовать наложение телеметрии. Ну а если вы нажмете сочетание клавиш Alt-O, да, их тоже можно настроить, то образится худ в приложении. А он даст возможность настроить параметры производительности в виде мощности, скорости вращения вентилятора, тактовой частоты и так далее. Но, ребятки, есть один нюанс. Если мы с вами говорим за настройку видеокарты через софт, ну в тот же, допустим, Voltage, то, насколько я понял, эта функция доступна только в ПК-версии видеокарт. В ноутбуках такой истории, к сожалению, нет. Хотя, может, и к счастью, учитывая какой-то, может быть, охлад, ну вы поняли. Далее же нас ожидает Intel Arc Control Creator Studio. Данная программа упрощает потоковую передачу и легко транслирует контент на сторонние платформы. Ну, такие как YouTube, Twitch, Facebook и так далее. И существует, скажем так, виртуальная камера Intel. То есть она позволяет использовать функции камеры в виде размытия фона, его замены, удаления и автокаттер. Лично для меня это и приятно и удобно, потому что я всегда использую бродкаст для вот таких целей. Ну а функция AutoGame предоставит пользователям совместно используемые ролики лучших моментов, которые сохранятся локально на ПК. И последняя фишечка, весь пакет будет доступен для всех видеокарточек Intel Arc. Это круто. Ну и то, что я вам сказал, не нужно логиниться. Ибо, допустим, по моему примеру, когда ранее я ездил для тестирования того или иного железа, а если это были видеокарточки Nvidia и нужно было записывать тесты игр через ShadowPlay, то вот этот геморрой, который нужно было каждый раз коннектиться через свой логин, а если слабый интернет или его вообще нет, ну все, получается софт как кирпич, ничего ты не сделаешь. Поэтому здесь без логина это очень круто. И не надо тут мне говорить, что есть другая софтаря программы, чтобы записать непосредственно игры. Ну вот, их же надо тоже привезти тогда с флешкой, а? Окей, проехали. Ну в итоге, как вы думаете, с софтом и железом от Intel будет порядок или же нет, будет сыроват и надо ждать, допиливать? Напишите в комментариях. Ну а на сегодня, ребятушки, у меня для вас все. Большое спасибо вам за поддержку, за что смотрите, ставите лайки, комментируйте, приходите на Patreon, Boosty и Donation Alerts. Финансовая поддержка нынче очень актуальна. С вами как всегда был Хьюман и как всегда, кайфовы вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok